МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, мы снова вместе. Вместе куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюс. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали. ТОЧКА Ньюс Этот бум с харассментом когда-нибудь да утихнет, но похайпить все еще есть множество желающих. Теперь посягнули на прекрасное, любимого дизайнера Рената Литвиновой Гошу Рубчинского. Одежду Гоши признало даже семейство Кардашьян Дженнер и Джастин Бибер. Он один из самых успешных дизайнеров в мире. И вдруг скандал. В выходные в сети появились скриншоты переписки Рубчинского с 16-летним Яном. В переписке видно, что Гоша просит прислать молодого человека фото. А когда тот говорит, что ему неудобно сделать снимки при родителях, дизайнер просит его пойти в ванную и сфотографироваться там. Общественность в шоке. Гошу обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему. В ответ команда Рубчинского заявила, что много лет так проводят кастинги для лукбуков и шоу. И вроде как Ян хотел попасть Гоша моделью. Судя по всему, кастинг к Рубчинскому парень так и не прошел. ТОЧКА Ньюс Декабрь только начался, новогодняя суета уже набирает обороты. Нужно не только успеть купить подарки, но и сходить с детьми на елку. Одним из лучших развлечений для ребенка может стать новогодняя елка-квест в Крокус-Океанариуме. Путешествие семи сказок. Дети погрузятся в двухчасовое приключение в поисках пропавшего Деда Мороза. Во время квеста команда решит множество головоломок и сыграет в активные игры, а также узнает много о морских обитателях и других животных. Это интересное новогоднее развлечение посетила певица Таня Терешина вместе со своей дочкой Арис. Они уже вовсю готовятся к Новому году и даже подобрали костюм для маленькой принцессы. Хочу быть настоящей и настоящей Ромео в героях маска. Мы уже придумали, как ей это все сделать. Половина будет костюма куплена, половина сами сделаем. Где отмечать праздник певица еще не знает, ведь малыш, которого она уже носит почти 9 месяцев, может родиться прямо под бой курантов. Кстати, имя уже придумали, и оно тоже начинается на букву А, как и у Арис. У Тани Терешиной беременность скучно не проходит. Певица радует своих поклонников пикантными фото и видео в социальных сетях. Правда, фолловеры не всегда положительно это оценивают. Что не надо показывать, что не надо показывать, это вообще какая-то глупость. Я раньше реагировала, сейчас уже не реагирую. В общем, как бы моя трансляция добрая для тех, кто понимает. Для тех, кто не понимает, но не понимает, и ладно. 6 февраля в Москве пройдет премия «Немалый бизнес». Почему мы о ней говорим и при чем здесь шоу-бизнес, спросите вы? Так посмотрите на участников мероприятия, и все станет ясно. Крупнейшие бизнес-сообщества России собрали пресс-конференцию, чтобы раскрыть подробности новой премии «Немалый бизнес», созданный специально для молодых предпринимателей. Это будет первая, самая большая премия для предпринимателей, у которой будет не только стадия вручения, ну, как бы, там, наград, да, но и стадия потом поддержки и помощи в том, чтобы эти предприниматели совершили большой скачок в следующем этапе своей жизни. Собственно говоря, основная цель – это развивать предпринимательство в нашей стране. Главная дилемма начинающих бизнесменов – с чего вообще начинать? Когда ответ на этот непростой вопрос найден, будущие олигархи сталкиваются с другой проблемой. Где и как подобрать природную команду? Я бы посоветовал в первую очередь смотреть на тех людей, которые работают, потому что у них есть уже определенные знания, технология и культура вашей компании, но набирать в том числе со стороны, потому что есть определенные знания, которых внутри нету, и нужны люди со стороны, у которых эти знания уже есть, которые этот этап уже проходили. Записывайте или запоминайте бесплатные и очень практичные советы от генерального директора компании Blackstar. Даже если не планировали заниматься бизнесом, Пашу не понаслышке знает, что такое начинать с самого нуля. Наш бизнес начинался в двухкомнатной квартире на Новом Арбате, и было тогда у нас три человека, я, Тимати, и еще один помощник. И вот, собственно говоря, сегодня превратилось это в то, что вы видите. Дальше больше. Павлу Мамаеву продлили срок пребывания в СИЗО еще на два месяца. Но шумиху сейчас поднимает куда больше не это, а видео, на котором он не скрывает своих чувств с любовницей. Жена Паша уже давно заявляла, что муж изменяет ей с Александрой из Вильнюса. Да и сам Мамаев этого не отрицал. Даже признался жене, что любит их обеих. После чего Алана засомневалась в том, что готова простить и принять такой поступок своего футболиста. Ну а теперь убитая горем Алана уже дошла и до телевидения, где предоставила видео доказательства, что муж не чист на сердце и руки. В момент того самого инцидента в кафе Павел был там именно с Александрой. И на десертик он заказывал ее поцелуй. После роскошной свадьбы при Янке Чопре и Ника Джонаса в индийском стиле мы как-то не рассчитывали, что их торжество так быстро затмят. Но кто может соревноваться с Бьонси? В минувшие выходные состоялась нереально дорогая свадьба. Один из самых богатых людей в мире и самый состоятельный человек Азии и Индии Мукиш Амбани выдал замуж свою единственную дочь, 27-летнюю Ишу. Избранником девушки стал 33-летний индийский магнат Анант Пирам. В общем, погулять было на что. Ну а хедлайнером свадьбы стала Бьонси. Певица исполнила свои хиты Perfect и Crazy in Love и опубликовала в Инстаграм несколько фото в роскошном красном платье, созданном специально для мероприятия, одним из самых старых и именитых модных домов в Индии. На свадьбе гулял весь цвет Индии. А также была замечена Хиллари Клинтон. Точка Ньюс Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее. Точка Ньюс Встаньте, звезды, встаньте в ряд! Капитан Натан уже готов представить русского топа «Отряд». Кто на этой неделе стал Хабибом Нурмагомедовым в музыке? Кто из артистов вылетел? В нашем чарте все демократично. А кто круто попал в ряды нашего чарта? Если кто-то до сих пор мучится, о какой панде идет речь, объясняю. Узнаете в эту субботу в 20.00 на телеканале «Жара». Это Натан. Смотри русский топ на телеканале «Жара» с моим участием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова